Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Альберт Салимов. Я в фирме 1С отвечаю за ряд электронных сервисов, в основном связанных с использованием электронной подписи, электронного документа оборота. Именно поэтому мне выпала честь стать докладчиком по такой важной для всех теме, актуальной, это электронный документ оборот при обороте маркированных товаров. Что нужно знать в целом о законодательстве, которое регулирует маркировку товаров? Во-первых, вступил в силу закон о ЕГИ, оператором которой, как вы наверняка уже знаете, является компания ЦРПТ, ее торговая марка «Честный знак», и сайт называется «честный знак.рф». Этот оператор работает на основании распоряжений правительства, номер которого вы видите на экране, и оператор ЦРПТ внедряет национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, которая тоже называется «Честный знак». К 2024 году планируется включить в систему обязательной маркировки все товары на территории Российской Федерации. В настоящее время обязательной маркировки уже подлежат шуба и табак. И в ближайшей перспективе, а именно в этом году, следующие виды продукции – обувь, духи, туалетная вода, шины и товары легкой промышленности. На экране вы видите картинку, как выглядит сайт системы «Честный знак». На ней можно получить подробную информацию об обязательной маркировке, о проведении экспериментов по тем группам товаров, в которых еще обязательная маркировка не началась. И можно зарегистрироваться в системе «Честный знак», потому что любой участник оборота маркированных товаров должен выполнить свою обязанность по отношению к системе «Честный знак» не зарегистрироваться и после этого подавать информацию в систему «Честный знак» о движении маркированных товаров. На экране табличка со сроками ввода обязательной маркировки обувных товаров – это ближайшая тема, которая в последнее время очень часто всех интересует. Здесь нужно иметь в виду, что срок маркировки обуви, начало обязательно маркировки обуви сдвинулось в начале этого года. План был с 1 марта начать, перенесли на 1 июля для того, чтобы и системы маркировки, и участники оборота могли получше подготовиться к началу этого процесса. Вообще говоря, для каждой из групп товаров, подлежащих обязательной маркировке, выпускается специальный нормативный акт. Это распоряжение правительства или постановление правительства о том, в какие сроки проводится эксперимент, в какие сроки включаются требования по обязательной маркировке того или иного вида продукции. На экране вы видите информацию о датах и номерах соответствующих нормативных актов по тем группам товаров, по которым маркировка либо уже началась, либо начнется в этом году. Почему и как связана тема электронного документа оборота с темой маркировки товаров? Я уже упоминал о том, что участник оборота маркированных товаров должен сообщать в государственную информационную систему о том, что он получил право на маркированный товар, он передал право на маркированный товар, Маркированный товар выбыл из оборота или производят какие-то другие операции с маркированным товаром, например, ввод в оборот и другие специфические операции. Обстановление правительства установило, что при передаче товаров участник оборота должен в государственную информационную систему маркировки передать так называемое уведомление о передаче или приемке товара. Так вот, формой этого уведомления является универсальный передаточный документ, то есть тот самый документ, которым мы с вами регулярно пользуемся для оформления сделок по переходу права на товары или по передаче заказчикам выполненных работ, оказанных услуг. Для того, чтобы взаимодействовать с системой маркировки, участник маркировки, зарегистрированный в этой системе, использует усиленную квалифицированную электронную подпись и в результате уведомления, составленное в форме универсального передаточного акта и подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, направляет в систему маркировки. Таким образом, если участник оборота маркированных товаров использует электронный документ оборот, то УПД с электронной подписью, то есть уведомление для системы маркировки, у него в любой момент готово в силу того, что это документ, которым, собственно, фиксируются факты финансово-хозяйственной жизни предприятия при передаче товаров. Постановление правительства упоминает несколько видов документов для передачи товаров, которые могут использоваться при реализации маркированных товаров, которыми оформляется реализация маркированных товаров. Это универсальный передаточный документ, это исправительный или исправленный, его еще называют, универсальный передаточный документ и универсальный корректировочный документ. Форматы этих документов готовят и разрабатывают Федеральные налоговые службы, утверждаются они постановлением правительства. Эти документы, как я уже говорил, давно применяются при оформлении сделок с товарами и услугами между участниками оборота любых товаров и услуг. Но для того, чтобы они работали и с маркированными товарами, в них внесены дополнительные изменения, то есть приняты новые форматы, чуть позже об этом скажу. А сейчас вернусь к тому, какие документы используются для фиксации оборота маркированных товаров. Вообще говоря, сам формат УПД существует в трех видах. Это счет фактура, функция СЧФ, это документ о передаче товаров или услуг, функция ДОП, и документ, который совмещает все признаки и счета фактуры, и первичного учетного документа. И он, соответственно, называется как составное имя СЧФ и ДОП. Для формата УКД, универсальный корректировочный документ, есть такие же правила. Есть корректировочный счет фактура, это только счет фактура, то есть только налоговый документ с функцией КСЧФ. Есть первичный документ о согласии на изменение стоимости товаров или услуг, функции ДИС, документ исправления. И документ, который совмещает в себе, формат вернее, который совмещает в себе и документ корректировочный счет фактуры, и первичный документ о согласии на изменение стоимости. Он называется КСЧФ и ДИС. Так вот, для извещения, для уведомления государственной информационной системы маркировки могут использоваться только первичные документы, которые на экране помечены синим цветом. А именно, те документы, те виды УПД и УКД, которые содержат в себе информацию о передаче товаров от одного участника маркировки к другому участнику маркировки. Какими форматами нужно руководствоваться для создания документов УПД и УКД? Какие вообще форматы используются электронных документов, нужно использовать для передачи сведений о маркировке? Во-первых, приказ Федеральной налоговой службы от 2018 года с номером, не буду называть все длинные буквы и цифры, номер 820, его так чаще называют, 820 приказ. Им установлен формат универсального передачного документа, он применяется и поддерживается в решениях 1С с февраля 2019 года и позволяет отражать сведения о маркировке и прослеживаемости. Еще один документ, который будут использовать участники оборота маркированных товаров, это формат, который утвержден приказом ФНС России, номер 423. Это акт о расхождениях, который часто называют формат ТОРК-2. Он применяется с ноября прошлого года, он позволяет также отражать сведения о движении маркированных и прослеживаемых товаров, и он тоже поддержан в учетных решениях 1С. Планируется, что в ближайшем будущем будет утвержден Минюстом проект приказов ФНС России о новом формате универсального корректировочного документа, который тоже позволит отражать сведения о маркировке и прослеживаемости. Соответственно, в решениях 1С он будет поддержан сразу после того, как приказ вступит в силу. То есть в черновике, на самом деле, он и так поддержан, но мы пока не выпускаем его, ждем публикации официального приказа. И, возможно, перед публикацией будут внесены какие-то изменения, которые мы должны будем внести, соответственно, в нашу программу. И следует отметить, что формат универсального корректировочного документа, который утвержден приказом ФНС номер 189 от 2016 года, продолжает применяться, но при этом он не позволяет отражать сведения о движении прослеживаемых и маркированных товаров. Поэтому он, видите, и мелким шрифтом на экране, и другим цветом покрашен, его применять для движения маркированных товаров нельзя. Хотя в решениях 1С он тоже поддерживается и для немаркированных товаров, его применять можно и сейчас. Какие изменения были внесены в УПД и будут внесены в универсальный корректировочный документ для того, чтобы организации могли использовать этот документ не только для оборота маркированных товаров, но и для того, чтобы передавать информацию о движении маркированных товаров в государственную информационную систему маркировки. В формат, в название этого документа в формате включается специальное значение «марк», то есть в слово прямо название включено слово «марк». Благодаря этому оператор электронного документа оборота, через которых участники обмена любыми электронными документами, в том числе УПД, передают эти документы, может выделить тот УПД, ну и в будущем тот УКД, в котором находятся сведения маркированных товаров, ровно по имени, по признаку «марк» в названии файла электронного документа, и передать этот документ в систему маркировки. Благодаря этому, благодаря тому, что оператор выполняет обязанности передачи в систему маркировки информации о товарах, перешедших право на которых перешло от одного участника оборота к другому участнику оборота, самим участникам оборота не нужно передавать данные в систему маркировки. Хотя, конечно же, система маркировки поддерживает и возможность непосредственной передачи данных о переходе права на маркированные товары в этой системе. Для этого у каждого участника, зарегистрированного в системе, есть личный кабинет, где он может оформить, подать необходимые уведомления. Но если он использует, он, это участник оборота, и его контрагент использует электронный документ оборота через оператора ЭДО, то уже нет необходимости ходить в систему маркировки в личный кабинет и подавать данные. Данные за вас подаст оператор электронного документа оборота. Нужно иметь в виду, что оператор электронного документа оборота передаст в систему маркировки сведения о переходе права на товар или о корректировках в информации о переходе права на товар, которые находятся в документах УПД, исправленный УПД, или универсальный корректировочный документ, причем после того, когда обе стороны подпишут этот документ, то есть когда будет два титула, и титул продавца, и титул покупателя. Электронный документ о расхождениях, который мы часто называем ТОРК-2, несмотря на то, что в нем тоже отражается информация о изменениях, которые необходимо отразить в документах на переход права на маркированный товар, этот документ ТОРК-2 в МОТП не передается, и, следовательно, он оператором маркировки не учитывается. Есть еще документ об аннулировании, который используют участники электронного документа оборота. Этот документ об аннулировании тоже пока в ИСМОТП не учитывается. А сейчас я хочу внимательно познакомить вас со схемой, которая нам потребуется и поможет разобраться в движении документов и в обновлении системы маркировки в разных хозяйственных ситуациях. На этой схеме более подробно, на остальных вы увидите отличия. Буду останавливаться меньше. В главе угла на этой схеме в самом верху находится сама система маркировки. Прямоугольник, означающий систему маркировки, который хранит информацию, во-первых, о зарегистрированных участниках оборота. Мы видим здесь и продавец, и покупатель. И информация о том, какие марки, какие идентификационные знаки маркированных товаров находятся на балансе у продавца и на балансе у покупателя. Слово «баланс» здесь не в бухгалтерском смысле используется, а в собственности. За них отвечает либо продавец, либо покупатель. Информацию в системе маркировки о переходе права на марки, на идентификационные знаки передает оператор электронного документа оборота. Вы его видите под прямоугольником системы маркировки. И, собственно, в базисе этой схемы, этой картинки, два прямоугольника продавец и покупатель. На самом деле информационные системы продавца и покупателя, которые обмениваются между собой документами. И вы видите, что у продавца есть товары, которые снабжены марками. Эти марки для удобства и для простоты пронумерованы цифрами от единицы до девяти. Мы знаем, что продавец, владея товарами, девятью товарами с марками от одного до девяти, хочет передать покупателю, продать ему и составить, соответственно, универсальный передаточный документ о передаче права на товары с марками от единицы до пяти. Мы сейчас с вами изучаем, как будет работать прием и передача маркированных товаров, когда расхождений не было. То есть продавец оформил документы правильно, покупатель проверил документы, убедился в том, что количество товаров и марки на этих товарах соответствуют документу, принял, подписал титул покупателя и, соответственно, оператор ИДО передал информацию о переходе права на товары с марками от единицы до пяти в систему маркировки. Итак, продавец встает универсальный передаточный документ из ЧФДОП, в который включает информацию о марках с единицы до пяти. Покупатель проверяет эту информацию и, если он уверен, что все в порядке, подписывает титул покупателя, в котором тоже информация о том, что он согласен с переходом к нему права на товары с марками от единицы до пяти. Оператор ИДО, получив титул продавца и титул покупателя, в котором находится синхронная информация о переданных марках от одной до пяти, с номерами от единицы до пяти, передает этот универсальный передаточный документ как уведомление о переходе права на товар, помните, мы об этом говорили вначале, в систему маркировки. Таким образом, продавец свои обязательства об уведомлении системы маркировки исполнил, покупатель свои обязательства тоже исполнил, благодаря тому, что они работают через оператор электронного документа оборота. И система маркировки отразила, что у продавца списаны марки с номерами от единицы до пяти, а у покупателя, мы видим, стоит плюсик, пришли к нему марки от единицы до пяти. Теперь покупатель отвечает за товары с этими марками и должен будет информировать систему маркировки о движении этих марок. Как вот эта вот процедура, о которой я так долго рассказывал, оформляется в решениях 1С с использованием электронного документа оборота? Продавец в своей информационной системе. Здесь для примера использованы слайды, скриншоты из 1С-бухгалтерии редакции 3.0. Продавец создает документы информационной системы, которые называются реализацией товаров. И поскольку речь идет о товарах маркированных, то система подсказывает, что для того, чтобы сформировать этот документ учетной системы, нужно подобрать и проверить маркированную продукцию. На экране эта гиперссылка помечена. Продавец кликает мышкой по этой ссылке и переходит в специальную форму, в которой подбирает и проверяет продукцию, в данном случае обувную продукцию. Вот он выбрал, но здесь для простоты не 5, а 3, 3 единицы продукции. Что значит, что он их выбрал и проверил? Это означает, что ответственный сотрудник, например, кладовщик, специальным терминалом, это может быть либо двумерный сканер, либо терминал сбора данных, либо какие-то еще устройства, которые позволяют считывать идентификационные знаки с коробок с обувной продукцией, вводит коды в систему, и система, соответственно, включает эту информацию в документ реализации товаров. После того, когда подобраны товары, продавец создает еще счет-фактуру в информационной системе, и по кнопочке «ИДО» и по команде «Просмотреть электронный документ» открывает форму уже электронного документа. Мы видим на экране сейчас универсальный передаточный документ. Он составлен в соответствии со 720 приказом ФНС. В нем есть информация о маркированных товарах. Вы видите, в подвале под таблицей с товарами есть специальные отдельные таблицы, в которые перечисляются марки, их количество три. И раз продается уверен в том, что документ составлен правильно, он использует команду «Подписать и отправить». В верхнем левом углу прямоугольником введена эта команда. Если у сотрудника продавца, который провел все эти действия, есть доступ к электронной подписи предприятия, то документ уйдет покупателю. Если непосредственно у этого сотрудника права на использование электронной подписи нет, то этот документ попадет на обработку к тому сотруднику, у кого есть доступ к электронной подписи, и в конечном итоге документ пойдет покупателю. Посмотрим, что происходит в информационной системе на стороне покупателя. В едином рабочем месте работы с электронными документами «Текущие дела ИДО» в папке «Входящие» покупатель видит, что есть документы, которые необходимо отразить в учете. Он выбирает по дате, например, по признаку контрагента, по каким-то еще признакам, которые возможно установить с помощью меню так называемого «Быстрый поиск». Вы видите его в левой части экрана. Отбирает нужный документ, кликает по нему и выбирает поступление товаров и услуг, документ, который необходимо обработать. Система электронного документа оборота в решениях 1С на основании входящего электронного документа создает черновики документов поступления и черновики счетов фактур. В данном случае мы видим черновик документа поступления товаров или накладная. Поскольку речь идет о поступлении маркированных товаров, у покупателя тоже появляется гиперссылка, что необходимо проверить поступившую маркированную продукцию, в данном случае обувную продукцию. По гиперссылке сотрудник покупателя переходит в соответствующее рабочее место проверка поступившей обувной продукции. И с помощью своего устройства для проверки марок, сканера или терминала сбора данных, ему нужно убедиться в том, что марки на поступивших товарах соответствуют маркам, которые указаны в документе. То есть натуральное количество и содержание продукции соответствует тому, что есть в документе, подписанном электронной подписью продавца. После того, когда проверка завершена, вы видите, загорелись зелененькие галочки, что все в порядке. Покупатель на своей стороне в форме электронного документа или иным образом выбирает соответствующую кнопку «Утвердить» и «Подписать». Вот так выглядит титул покупателя. Если необходимо посмотреть его, это можно сделать в программе «Один из бухгалтерий» и в других программах, которые поддерживают электронный документ оборотов. И информация о том, что покупатель подписал ОПД, уходит и продавцу, и оператору, соответственно, через оператор электронного документа оборота. Оператор электронного документа оборота информирует систему маркировки о том, что перешло право на соответствующие единицы товара с соответствующими марками. Следующий случай. Оказалось, что на стороне покупателя обнаружено расхождение. Давайте посмотрим, как это выглядит на данной схеме. Здесь те же самые прямоугольники. Система маркировки оператора и до продавец и покупателя. Но продавец и покупатель как бы дважды участвуют в составлении и обмене документами. Сначала это верхняя пара продавца и покупателя. Продавец из своих девяти единиц продукции с номерами от одного до девяти составляет ОПД, включает информацию о пяти товарах с марками от одного до пяти. Покупатель на своей стороне обнаруживает, что одна из коробок с обувью включена неверно в отгрузку. И если в документах есть марки с одного до пяти, то на самих коробках марки от одного до четырех и номер шесть. А коробки с маркой пять нет. Покупатель может отклонить этот документ в целом. И этот вариант схемы мы разберем на следующем шаге. Но может использовать так называемый акт о расхождениях и подписать универсальный передачный документ с расхождениями. Для чего это нужно? Для того, чтобы те товары, по которым у покупателя нет замечаний, можно было быстрее пустить в оборот, передать в торговый зал и продать их в конечном итоге покупателю, физическому лицу, которому эта продукция нужна. Поэтому покупатель создает документ о расхождениях или торг-2, в котором информирует продавца о том, что единицы продукции с маркой пять нет в поставке, но зато в этой единице продукции есть единица продукции с маркой шесть. И подписывает титул покупателя с расхождениями. Вот видите, что от покупателя к продавцу направилась красная стрелка УПД плюс торг-2. Что делает оператор электронного документа оборота? Поскольку при наличии двух подписанных титулов и продавца и покупателя он должен информировать систему маркировки, он и передает систему маркировки УПД с марками от одного до пяти. Несмотря на то, что есть торг-2 и известно, что есть расхождение, тем не менее, система маркировки документ торг-2 не принимает к рассмотрению. И в системе маркировки появляется информация о том, это верхний левый квадрат, что у продавца списаны марки от одного до пяти, а покупателю эти марки от одного до пяти поступили. Но мы с вами знаем, что продавец и покупатель пока не оформили окончательно эту сделку, потому что есть расхождение. Продавец, получив титул покупателя с расхождениями и акт расхождения к торг-2, составляет исправленную УПД. Мы здесь предполагаем, что пятая и шестая коробки стоят одинаково, и такое исправление не изменяет налоговую базу ни у продавца, ни у покупателя. Поэтому можно составить исправленную УПД. Он создает исправленную УПД, в котором перечислены нужные номера марок от одного до четырех и шестая. Отправляет покупателю, покупатель видит, что это как раз тот самый документ, который нужно. Подписывает исправленную УПД, титул покупателя к этому исправленному УПД, в котором перечислены марки тоже с одного до четырех и шестой. И в этот момент оператор электронного документа оборота передает информацию об исправленном УПД в систему маркировки. Что делает оператор в систему маркировки? Поскольку он видит, что этот исправленный УПД связан с исходным УПД, он от начала отменяет предыдущие операции по переносу марок. А именно, прибавляет продавцу марки от 1 до 5 и отнимает у покупателя марки от 1 до 5. После этого, на основании данных из исправленного УПД, в котором есть уже точная информация, какие именно были переданы марки, а именно от 1 до 4 и 6, он эти марки уже списывает у продавца и добавляет их покупателю. Такая схема может использоваться в обработке исправлений в сведениях о маркированных товарах. Может использоваться в один из бухгалтерий 3.0, начиная с версии 76, она вышла совсем недавно. И, пожалуйста, можно ее применять. Но поскольку пока мы готовили презентацию, как раз эта схема была в проработке, пока слайды на эту тему еще не готовы, я расскажу, как можно применить, провести сделку с исправлением сведений о неправильно поданных марках без торг-2. А именно, предположим, продавец точно так же допустил ошибку. А именно, передал покупателю информацию о переходе права на марки с 1 до 5, но на самом деле покупатель просканировал коробки и обнаружил, что 5 марки нет, а есть коробка с маркой 6. Покупатель в этом случае не подписывает титул покупателя, а отклоняет исходный документ. Поэтому вы видите, что на схеме в первой транзакции между продавцом и покупателем от продавца к покупателю ушел ОПД, а от покупателя к продавцу стрелки нет. Нет документа, который можно использовать для уведомления системы маркировки. Поэтому на первом такте оператор ничего не сообщает в системе маркировки, и вы видите в левом верхнем квадрате в системе маркировки у продавца и у покупателя белые поля. То есть никакой информации о переходе на марки нет. После того, когда продавец получил отклонение или документ уведомления об уточнении у покупателя, то есть покупатель говорит, не все в порядке, не подписывая твой документ, прошу его исправить, вот уведомление об уточнении. Продавец на основании этого уведомления об уточнении, на основании того, что документ находится в состоянии, требуется уточнение, создает исправленную ОПД. И дальше все повторяется уже так, как мы видели на предыдущем слайде, на предыдущей картинке. Продавец создает исправленную ОПД, в которой включает товар с марками от одной до четырех и с шестой маркой. Покупатель, поскольку он ровно этот товар видел и принял, подписывает исправленную ОПД. И оператор электронного документа оборота передает исправленную ОПД в систему маркировки. Поскольку в системе маркировки до этого не было информации о движении марк по этой сделке, то система маркировки отражает у продавца и у покупателя ровно то, что произошло. А именно, продавец передал покупателю марки от одной до четырех и шестую, а покупатель их принял. Как это поддерживается в системе один из предприятий в той же самой бухгалтерии 3.0? Мы видим знакомый уже вам скриншот, на котором видно, что в документе реализации товаров и услуг продавец подобрал марки к товарам, которые он передает покупателю, и подписал и отправил документ. У покупателя есть черновик документа о поступлении товара. Он переходит в рабочее место проверка поступившей продукции и при проверке обнаруживает, что первая и вторая единицы продукции ровно такие, как они есть в документе. Третья единица продукции, которая есть в документе, на самом деле отсутствует в поставке. Но зато в поставке есть четвертая единица продукции, которой нет в исходном документе, но которая есть в реальности. Что делает покупатель на форуме электронного документа в меню «Другие действия» выбирает команду «Отклонить». То есть он не хочет принимать товар в целом, потому что документ составлен неверно. Создается так называемое уведомление об уточнении, специальный служебный документ, который тоже подписывается электронной подписью покупателя, и в котором покупатель может внести комментарий. Например, как мы видим на экране, покупатель пишет, что причина отказа приемки товара – то, что продукция не соответствует маркам. Этот электронный документ, уведомление об уточнении, поступает в информационную систему продавца. Статус, состояние документа требуется уточнение. Продавец понимает, раз у него документ на контроле, он не подписан покупателем, то есть право не перешло на товар, сделка не завершена. Он, продавец, создает новый документ реализации или исправляет существующий документ реализации, извините, включает в него правильную продукцию, то есть нужную марку, и еще раз отправляет его продавцу. Продавец на своей стороне проверяет этот документ и видит, что марки совпали в документе с теми марками, которые есть на переданной продукции, на коробках с продукцией, подписывает со своей стороны, проверяет и подписывает исправленный универсальный передаточный документ, как мы видим, с марками в списке, и отправляет титул покупателя к продавцу через оператора IDO, и оператор IDO, как мы видели на предыдущей схеме, информирует с помощью исправленного УПД систему маркировки о переходе права на товар. После того, когда в системе, вернее, когда Минюстом будет зарегистрирован приказ о новом формате универсального корректировочного документа, и, соответственно, в программах 1С будет поддержан этот формат, будет возможная схема приемки товаров с расхождениями по количеству или, допустим, с недостачей. Мы с вами видим на схеме, что использует ТОРК-2, в котором покупатель информирует продавца о том, что он не принимает УПД целиком, а принимает его с расхождениями, потому что он готов принять единицы продукции с марками от 1 до 4, но единицы продукции с маркой 5 не принимают. Допустим, эта единица продукции не попала в поставку или, допустим, она испорчена каким-то образом, покупатель отказался ее принимать. Соответственно, в этом случае продавец должен составить уже универсальный корректировочный документ, потому что изменяется налоговая база, изменяется количество единиц продукции, изменяется их цена по этой сделке, и, соответственно, изменяется налоговая база. Продавец создает КСЧФ ДИС, в котором информируют покупателя о том, что пятая единица продукции не должна учитываться в исходном УПД. Покупатель с этим согласен подписывать титул покупателя под универсальным корректировочным документом. И оператор ИДО в первом случае, как мы видели и на предыдущих схемах, информирует систему маркировки о подписанном УПД с марками от единицы до пяти, а на втором такте, после второго обмена документами уже корректировочными, информирует систему маркировки о том, что продавцу нужно вернуть на учет марку с номером пять, а у покупателя списать эту марку с номером пять, потому что он ее не получал. Более подробно с информацией о том, как используется электронный документ оборот в системах 1С-подприятия, можно прочитать новую, новую, большую статью, появившуюся в информационной системе. В нее в эту статью можно перейти по прямой ссылке, либо по схеме рубрик. Главное – инструкции по учету в программах 1С и маркировку обуви. Вы увидите заголовок IDO в системе маркировки обуви. Сейчас я хотел сказать несколько слов о том, почему мы рекомендуем нашим пользователям использовать сервис 1С и ДО, встроенный непосредственно в программу 1С. Важно иметь в виду, что если вы и ваш покупатель работаете с электронными документами прямо в программах 1С, то входящие документы автоматически обрабатываются в информационной системе. Мы уже видели с вами на скриншотах, что из электронного УПД или УКД создается черновик документа поступления. Благодаря тому, что системы обмениваются данными и нет ручного фактора по вводу реквизитов документов вручную, можно быть уверенным в том, что сведения, в частности, из счетов фактур, то есть из налоговых документов, и в информационной базе у продавца, и в информационной базе у покупателя будут идентичными. А это лучший способ сократить количество расхождения в документах учета и в налоговых декларациях. То есть, если вы используете ИДО через оператор электронного документа оборота, это значит, что объем требований от Федеральной налоговой службы предоставить пояснение по расхождению в декларациях, вы сможете в теории сократить до нуля, если все ваши контрагенты будут использовать электронный документ оборота. Важно еще, что при использовании электронного документа оборота в вашу систему документы попадают через интернет. То есть, настолько быстро, насколько это возможно, насколько позволяет эта среда передачи данных. Для этого нет необходимости встречаться с продавцем и покупателем, то есть, это бесконтактный способ перехода документов, что очень актуально в наше непростое эпидемиологическое время. А сервис 1С ИДО встроен прямо в программу 1С. Это означает, что не нужно подключать специальные внешние обработки, не надо их покупать в том случае, если вы раздумываете над тем, не используете ли платные внешние обработки. Сервис 1С ИДО встроен из коробки во все программы 1С, в которых ведется обработка и создание учетных документов. И если ваш контрагент еще не использует программу 1С, он тоже может вести с вами обмен электронными документами, потому что вы можете ему предложить программу 1С Клиенты.ДО, которая является бесплатной, она предоставляется как доступном варианте, ее можно скачать с сайта portal.1s.ru. И также можно подключиться к этой программе в облаке фреша, то есть использовать ее как веб-приложение. Выглядит это вот так. В облаке фреш, в списке решений, выбрать Клиенты.ДО и нажать кнопочку Начать работу. Любой пользователь, который зарегистрировался в системе 1С Фреш, может бесплатно подключить себе это приложение, работать с электронными документами от своих поставщиков. Что здесь еще важно? Что подключиться к ИДО совсем несложно. Вообще говоря, для того, чтобы быть участником электронного документа оборота, нужно иметь электронную подпись, нужно зарегистрироваться у оператора электронного документа оборота, нужно пригласить своего контрагента к обмену, то есть создать настройку обмена с контрагентом. И только после этого можно отправлять электронные документы. Но наши разработчики свели все эти действия в один простой помощник, который проверяет, выполнены ли те или иные условия в программе или на вашем компьютере, например, есть ли электронные подписи, установлены ли криптопровайдеры, то есть специальная программа для работы с шифрованием, расшифрованием и с электронной подписью. Зарегистрировано ли ваше предприятие у оператора электронного документа оборота. Если какие-то действия уже выполнены, они будут подсвечены зелеными светофорчиками. Если какие-то действия еще не выполнены, программа подскажет, что именно нужно сделать для того, чтобы, например, зарегистрироваться у оператора или пригласить контрагента к обмену. То есть проведет вас этот помощник по нужным этапам и сделает из вас участника электронного документа оборота. Дополнительная информация о маркировке товаров и услуг и о государственных информационных системах маркировки есть в информационной системе 1СТС в разделе «Консультации по законодательству». Вы выбираете раздел «Консультации по законодательству», в нем находите подраздел «Маркировки товаров» и «Государственная информационная система», и вы увидите несколько статей, посвященных маркировке отдельных видов продукции. из которых сможете узнать полезную информацию о том, как законодательство, как регулятор, простите за тавтологию, регулирует оборот тех или иных видов товаров. О сроках введения маркировки можно узнать из мониторинга законодательства, который есть на сайте 1С-предприятия в разделе «Лоу-монитор», то есть мониторинг законодательства. Также на сайте 1С-предприятий есть специальный раздел именно по маркировке. В него можно попасть из раздела «Поддержка и обучение» либо по прямой ссылке v80.1s.ru. Также хочу вам напомнить, что полезная информация о маркировках, о использовании ИДО, о маркировках тех или иных видов товаров, можно почерпнуть в лекциях 1С-лектории, которые проводятся регулярно с приглашением экспертов из ЦРПТ, экспертов 1С и других лекторов. Например, 13 февраля состоялась лекция «Маркировка обуви». 19 марта лекция 1С и ДО «Особенности применения при маркировке и поддержке в 1С». С уже прошедшими лекциями, с видеозаписями этих лекций вы можете ознакомиться на сайте 1С и ТС, на странице 1С-лектории. А анонс хочу сделать, что 14 мая, то есть примерно через месяц, состоится лекция «Маркировка обуви. Прямой обмен, работа с каталогом, комиссионная и дистанционная торговля». Это новый функционал взаимодействия программы 1С операторов ИДО и системы маркировки комиссионной торговли. Пожалуйста, запишите свой календарик и посмотрите эту лекцию, если у вас будет такая возможность. На сайте нашего издания «Бух 1С» есть тоже информация о маркировке товаров. На экране вы видите, как к этой информации обратиться в электронном виде через интернет. Хочу всех благодарить за участие и за внимание. Спасибо и на новых встреч.